Казалось бы, совсем недавно встречали 2021 год, а уже наступил 2022. Сейчас уже мало кто помнит, что происходило в январе прошлого года. В протяжении всего этого времени наша телекомпания ежедневно была вместе с вами. За это время вышло более 3000 сюжетов. Сегодня мы представляем вашему вниманию рейтинг главных событий прошлого года. Итак, год начался с того, что многотысячная толпа сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа устроила протесты у Капитолия, а затем часть из них прорвалась в здание, где конгрессмены собирались подвести черту под результатами президентских выборов, на которых победу одержал кандидат от демократической партии Джо Байден. За этим последовала череда процессов по импичменту Трампа. Политика обвиняли в подстрекательстве к мятежу из-за штурма Капитолия. Процессы вызвали множество вопросов из-за того, что они не соответствовали Конституции, так как экс-президент уже покинул свой пост. В ходе протестных акций было заключено под стражу более 500 человек. Такова цена американской демократии. В США общество разделено, и страна до сих пор находится в сложной ситуации. Главное событие февраля – российская вакцина «Спутник Ви» признана одной из самых эффективных. В феврале в Европе «Спутник Ви» назвали новой нефтью. К тому моменту препарат использовался уже в 30 странах. Анализ, опубликованный в научном журнале, показал, что эффективность вакцины составляет около 91,6%. Независимые ученые оценили «Спутник Ви» как безопасную и эффективную вакцину. Но до сих пор Всемирная организация здравоохранения эту вакцину не регистрирует, что приводит к ограничению ее использования. Эти действия носят не только антироссийский, но и античеловеческий характер. Качественная, хорошая вакцина недоступна из-за промедления ВОЗ. Это не что иное, как политическая акция. Главное событие марта – марш феминисток в Казахстане. В марте 2021 года одно из самых заметных событий, на наш взгляд, произошло в Казахстане. 8 марта, в Международный женский день в Алматы, феминистки вышли на марш. В стране, где разрешено многоженство, само по себе это событие является не естественным, а искусственным. Состоялось оно прежде всего благодаря поддержке иностранных государств. Эта бывшая республика Союза уже давно является объектом пристального внимания, различных фондов и организаций, навязывающих так называемые европейские стандарты. Самое интересное, что в Европе любые несанкционированные шествия и митинги жестоко пресекаются, не говоря уже о попытках навязывать свое представление о том, как жить людям в европейской стране. Но в отношении других государств такие действия считаются совершенно нормальными. В течение всего 2021 года в Казахстане деятельность иностранных организаций и фондов носила провокационный характер. Эта же политика продолжилась и в 2022 году. Главное событие мая – выборы президента в Сирии. В мае в Сирии состоялись выборы президента. На пост кроме действующего главы государства генерального секретаря партии БААС Башара Асада претендовали Махмуд Ахмед Мерри от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Салюм Абдаллах. В результате победу одержал Башар Асад. Он пообещал начать строить Сирию такой, какой она и должна быть. Результат работы мы можем увидеть в течение нескольких лет. США, Евросоюз и Турция не признали итоги голосования, назвав его фарсом, и в очередной раз продемонстрировали попытку вмешаться во внутренние дела страны. Даже несмотря на то, что Башар Асад прекратил войну в стране и уничтожил радикальные исламистские группировки. Главное событие июня – встреча Владимира Путина и Джо Байдена. В июне в Женеве в рамках саммита состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Глава Белого дома отметил, что хочет выстроить предсказуемые отношения с Россией. Разговор двух лидеров длился около четырех часов. Первым к журналистам вышел президент России. По словам Путина, у США и России накопилось много завалов, над которыми необходимо работать. Эксперты посчитали, что мероприятие прошло скорее успешно. После переговоров наметилось потепление между странами. Послы вернулись, а РФ и США начали консультации по стратегическим вопросам, некоторые из которых уже успели обсудить. Главное событие июля – Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В июле проходил Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В этом году отличались и внешние условия, и сама концепция мероприятия. В новое десятилетие юбилейный 15-й МАКС вошел с новыми идеями и мировыми премьерами, которые представили в рамках выставки в павильонах. Предприятия промышленности представили на статической площадке и в полете свои новинки. В летной программе приняли участие четыре авиационные группы высшего пилотажа – русские витязи, стрижи, соколы России и беркуты. Главное событие августа – летние Олимпийские игры в Токио. В августе завершились перенесенные на год летние Олимпийские игры в Токио. Из-за пандемии было решено, что спортсмены выступят перед пустыми трибунами. Международный Олимпийский комитет выдвинул требования для участников игр. 80% участников в спортивной деревне должны быть вакцинированы. Ежедневно сдавать ПЦР-тесты, носить маски и самостоятельно надевать на себя медали по время награждения. Первое место в общем медальном зачете заняли США. Американские спортсмены привезли из Токио 39 золотых медалей. Российская команда выступала под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций. Но несмотря на это, наши спортсмены показали хороший результат, заняли пятое место в общем зачете. Они завоевали 20 золотых медалей. Главное событие сентября Дональд Трамп предупредил о конце США. В сентябре бывший президент Америки Дональд Трамп заявил, что стране придет конец в ближайшие три года. Он отметил, что с момента вступления в должность Джо Байдена США покатились под откос, как никогда раньше. «Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 годах, то страны у нас не останется», добавил экс-президент. Команда Джо Байдена старается сделать все, чтобы бывший президент не вернулся на выборы в 2024 году. Но Дональд Трамп не собирается отступать. Главное событие октября – Всемирная выставка Экспо 2020 в Дубае. 1 октября в Дубае началась первая на Ближнем Востоке Всемирная выставка Экспо 2020. К мероприятию начали готовиться за 8 лет до его проведения. Для выставки выделили 438 гектаров пустыни, протянули ветку метро и построили колесо обозрения – новый символ Эмирата. Это самое масштабное мероприятие с начала пандемии. В нем приняли участие 192 страны. Были представлены бесчисленные технологические достижения, революционные инновации и по-настоящему интерактивный мир высоких технологий. Основная тема Всемирной выставки – «Объединяй умы, создаем будущее». План комплекса выглядит как три больших лепестка, каждый из которых представляет отдельный тематический сектор – устойчивость, возможности и мобильность. По мнению организаторов, из этих трех слагаемых и складывается создание будущего. Главное событие ноября – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В ноябре стало известно, что в новой конституции Белоруссии будет закреплена необходимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Совместно с Россией будет сформирована Международная следственная группа по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ранее Российское историческое общество представило многотомный сборник, вышедший в рамках проекта «Без срока давности». Книга содержит подлинные документы о преступлениях нацистов и их пособников. Фактами заинтересовались многие страны. Главное событие декабря – переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Завершился год обсуждением темы отношений между Россией и США. 31 декабря Джо Байден и Владимир Путин снова провели переговоры. Президенты использовали новый для себя формат телемоста. Лидеры стран обсудили двухсторонние отношения – мировую безопасность, иранскую ядерную программу. Но главными темами разговора стали реализация минских договоренностей и активизация НАТО у российских границ. Вскоре после саммита из-за океана пришли новости, что Конгресс США не будет вводить санкции против российского госдолга и газопровода «Северный поток-2». Обе страны намерены решать возникающие вопросы мирным путем. Но, пожалуй, самым значительным событием 2021 года стало небывалое повышение цен на газ в Европе. И авторами этого повышения стали США и консервативные силы Европы, которые пытались блокировать поставку недорогого российского газа, что и привело к значительному увеличению цены. Не только американцы, но и страны ЕС стали заложниками непродуманной политики американских властей. И это, наверное, самая главная ошибка в 2021 году. Конечно, пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в развитие всех стран мира. Но даже общие проблемы, к сожалению, не привели к отказу от мелких политических амбиций руководства США и Европы. Но положительные тенденции к концу года все же наметились, и это будет основной темой 2022 года. Если Америка, Европа, Россия и Китай начнут совместно решать накопившиеся проблемы, то это позволит сделать мир лучше.